Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в этом видео я хочу с вами поделиться рецептом приготовления очень вкусных кабачат начиненных. Это лодочки из кабачат, приготовленные в духовке. Они очень вкусные, получаются очень полезные. И я уверена, что всем вам они понравятся, тем более, что готовятся очень быстро. Я сейчас приготовлю их, с вами поделюсь, а дальше буду заниматься другой готовкой. На очереди ждите, следующее видео будет хачапури по-аджарски. Сегодня готовлю все, буду выставлять по очереди, по возможности, когда у меня будет время. Ну что ж, давайте приступим, будем работать. Итак, для приготовления нам понадобится кабачата, у меня 3 штучки, я их поделила пополам. И мякоть ложечкой выбрала вот сюда, положила, выскребла. Половинка луковицы и примерно 300 грамм фарша. У меня здесь индюшинный фарш, и, естественно, соль, перец и другие специи по вкусу. Еще нам в конце понадобится натертый сыр. Любой сыр, который у вас дома есть, который можно натереть и который красиво плавится в духовке. Вот и все, что нам нужно. Сейчас нам нужно измельчить лук и мякоть вместе, чтобы это было как бы в пюре такое сделать. Так, все вместе не помещается, поэтому будем делать этапами по очереди. Все готово. Если у вас есть свежий чесночок, можете измельчить его сейчас добавить. Если нет, то можете добавить сухой чесночок в виде специи, ну, порошка. Все, готово. Так, все хорошенько перемешиваем. Добавляем сюда специи. Так, у меня сок вылился немножко. Ничего. Добавляем черный перец. Все специи не буду комментировать сколько чего, потому что все это индивидуально и делайте по своему вкусу, по своим предпочтениям. Это сухой чеснок. Наверное, еще добавлю, потому что с кабачками очень вкусный чеснок. Карри. Немножко. Соль. Я даже посолю отдельно каждую лодочку. Кстати, при желании можно заменить на цукини или баклажаны. Тоже будет очень вкусно. Вот так. Травы. Здесь у меня орегано, базилик, что-то еще было смешанное. В общем, я намешала туда. Кинза сушеная, по-моему. Что-то такое. Все вместе. И кориандр. Люблю кориандр. Такой какой-то свежести придает. Свежее. Все хорошенечко перемешиваем. Наполняем этой начинкой нашей лодочки. И отправляем в хорошо разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаться до готовности. Как только вы увидите, что фарш готов, прокалывайте вилочкой, надкалывайте. Смотрите. И посыпьтесь натертым сыром. Сейчас покажу, как это будет выглядеть, на каком этапе будем посыпать сыром. Вот так вот хорошенечко наполняем. Это будет очень вкусно. И очень сочно. И полезно, я вам скажу. Тут буквально одна ложечка осталась. Мы добавим вот так вот сверху кое-где. Вот так вот. Все. Тютерка в тютерку вся начиночка уходила. Ну что ж, теперь будем отправлять в духовочку. Ну вот, я выложила в пергамент форму. Теперь отправляю в духовочку, разогретую, при 180 градусах буду выпекать до готовности. Я вам потом точно скажу, сколько минуток у меня ушло. И будем присыпать сыром. Вот видите, сок из кабачат немножко вытекал. Оно подгорает, но сами кабачата очень сочные. Видите? Прямо отделяется. Очень вкусная начиночка. Сейчас присыплю сыром. У меня натертая моцарелла. Прошло у нас ровно 50 минут. Еще 10 минут сыром пускай отжарится немножечко. И будем доставать. Вот только достала их из духовки. Вы не представляете себе, как это пахнет вкусно. Очень вкусно. Сыр, чеснок, мясо, кабачата. Очень вкусно и аппетитно. Но очень горячие. Немножечко подожду, пока остынут. И разрежу вам, покажу их в разрезе. Какие они сочные и аппетитные. Ну вот, вот такая вот красота получилась. Еще немножко пофантазировала. Украсть вас с помощью медицки. Это так для фото. Просто побаловалась. На самом деле в украшении не нуждается, потому что очень аппетитно и красиво выглядит. И очень сочный. Все, видите, насколько оно сочное и вкусное. Такая вот вкуснятина. Очень вкусно. Ну что же, вот такие вот кабачата начненые получились. Не могу удержаться, не могу остановиться, продолжая их кушать. Ну и вам желаю того же приятного аппетита. Готовьте, будьте здоровы. И всего-всего вам самого хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!